Я люблю заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну кто? Есть у нас в доме хиромантка, так она всё о любви, а когда проще раскинуть насчёт продуктов, неверные сведения даёт. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и валидова. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли и тройчатки-петерчатки. Только у всех сразу как схватила голова, видимо, все об одном и том подумали. Но тяжёлое это дело в жизни, не догадайся, что завтра пропадёт. Потому что если бы догадывались, что завтра пропадёт, все бы сегодня бросились и сегодня бы пропало. А так никто не ожидает, все спокойно прохаживаются, и вдруг кто-то первый вскочил-выскочил, и все забегали. А этого уже нет ни в Москве, ни в Воронеже, ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Я удивляюсь, людям ходят, щупают кастрюли и не берут. У тюги стоят три. Один есть второй бери, второй есть третий бери. У меня в доме всё по два, по четыре, по шесть, по восемь. Дверь нельзя открыть, кастрюли нагло упадают, мука сыплется, постное масло отовсюду вытекает. Зато месяц могу автономно просидеть, как в подводной лодке, без выбора. Всё знаю. Изучение покупательского спроса. Да как можно изучить спрос, если спрос сам мечется, как угорелый, изучает сбыть? Потому что сбыть о завтрашнем мне не думает, а спрос аж бледный стоит на каждом.